Мы познакомимся сейчас с некоторыми методиками ко второму занятию по физиологии дыхания. Начнем со знакомства с методом оксигемографии. У вас в методичках отмечена оксигемометрия, но у нас еще немножко лучший прибор, можно сказать, оксигемография. Он позволяет непрерывно регистрировать насыщение гемоглобина кислородом. Причем исходная установка ставится на отсчет 96% оксигемоглобина. Мы помним, сколько оксигемоглобина в артериальной крови. 98% это в крови, оттекающей от легочных капилляров. Но в силу подмешивания веносной крови из бронхиальных вен и дебезевых вен, сердце немножко снижается в общем кровотоке насыщение. И вот если мы датчик поместили на ухо испытуемому, и вот с одной стороны здесь осветитель, с другой фотоэлемент, лампочки, плюс кому что создают световой поток, еще нагревают ухо, а поглошение кислорода здесь практически не идет, очень маленькое. Так что практически мы можем считать, что имеем дело с артериальной кровью. Видно, что здесь гиперемия явная, расширились сосуды, и практически мы имеем дело с артериальной кровью. Вот с этой стороны, значит, фотоэлемент, а здесь лампочки-осветители. И вот мы ставим исходный отсчет, вот здесь ручка подстройки, на 96%. Во-первых, включаем запись, и ставим вот здесь черта, 96%. И медленно лента будет протягиваться, и прибор будет регистрировать, как изменяется насыщение гемоглобина кислородом относительно этого исходного отсчета, 96%. Вот такие возможности у этого прибора. Значит, он не абсолютное в количествах оксигемоглобина меряет, а изменение его относительно исходного установленного нами уровня. Мы знаем, что 96%, вот установили, и сейчас прибор будет рисовать линию. А дальше мы начнем выполнять функциональные пробы. Пока тут будет устанавливаться фоновая линия, давайте посмотрим предысторию. Тут история довольно богатая, уже записана на этой ленте. В частности, испытуемый, пока дожидался съемки, то уже выполнял задержки дыхания. И давайте посмотрим на прибор. Вот видно, первая задержка была, падение относительно небольшое, относительно исходного фона. Вот он больше не смог задержать дыхание. Второй раз он уже задержку делал, уже значительно больше задержал дыхание. Тренировка постепенно происходит. И третий раз задержку делал, вот с этого фона задержал. Уже тут на несколько десятков процентов уменьшилось насыщение гемоглобина кислорода. Исходное насыщение зарегистрировано, фоновая линия зарегистрирована. И мы можем приступать к выполнению функциональной пробы. Ну вот мы видим, что относительно ровно держалось насыщение крови кислородом. Правда, тут наши технические дела, и включение света, и прочее, в связи со съемкой. Видите, эти резкие отклонения, это на хитмене напряжения в сети наших приборов. Но ясно, вот 96% от линии. Значит, сейчас испытуемый должен будет задержать дыхание, а вы будете следить, какое время он делает задержку, и через каждые 10 секунд говорить отсчет. Я буду говорить, сколько процентов оксигемоглобина в это время. Начинайте задержку дыхания, закрывайте нос рукой, чтобы мы видели, когда вы начинаете задержку. Так вот, начал. Пожалуйста, значит, вы следите. Ну, в начале задержки мы видим отклонение в сторону, вроде бы, увеличения насыщения. 10. Отсчет так, исходный был 96, а через 10 секунд 100 стал. Но это реакция сосудов, уха на 96 вернулось все. Вот это начальное смещение связано с тем, что сосуды уха расширяются на это напряжение. 95. 40. 95. В начале задержки падения почти нет, потому что есть резервы. Он вдохнул перед задержкой. 50. 50. Уже 92%. 50. 88. Все быстрее идет падение. Судно сейчас. Держи, делай. 70. 75. 80. 80. 70. Все, испытуемый прекратил задержку. Видим, что еще падение какое-то время идет, несколько секунд. И затем быстро восстанавливается исходное насыщение. 10. За 10 секунд вот на 20% восстановилось. А вообще-то максимум, чего достигло падения, так, 90% уже через 20 секунд после окончания задержки. И постепенно придет 92% через 30 секунд. Это остаточная реакция, даже связана не столько уже с последними процентами кислорода, сколько связана с реакцией сосудов уха. Все-таки очень большое напряжение было. И изменялось и кровяное давление, и тонус сосудов. И вот мы тут видим, что через какое-то время только этот тонус сосудов у него восстановится. Вот проследим, через какое время. А пока что посмотрим, чего он максимум достиг. Вот максимальная точка падения. Сюда делаем проекцию и видим, что 60%. Дальше 70% упало насыщение гемоглобина кислорода. Так, вот медленно приходит к исходному фону и уже практически восстановилось. Вот через минуту 94% окси-гемоглобина было. Ну и на этом мы можем, в принципе, закончить пробу. Вот тут видно вся история, как шло падение и восстановление. На этом заканчиваем. Вы перенесете это в протоколы свои. По цифрам продиктованным. Постройте кривую.